Можно ли мечтать с пользой? Из-за чего мы предаем свои мечты и какие фразы нельзя говорить своим детям? Радоваться жизни не только по праздникам. Возможно ли это? 30 правил настоящего мечтателя. Ева Кац. Книга за 6 минут. Когда мы слышим слово «мечтатель», обычно перед глазами возникает образ бездельника, лежащего на лужайке и ждущего, пока на него свалится манна небесная. Или фантазера, который верит, что завтра полетит на Луну прямо из своего офисного кресла. На самом деле, человек может мечтать продуктивно, быть мечтателем и деятелем одновременно. Инсайт 1. Оживите свои мечты. Пусть ваши мечты станут для вас не абстракциями, а яркими живыми образами. Представьте их в виде людей, у которых есть имя, пол, характер, привычки, судьба. Думайте о них так. Это моя мечта стать выдающимся художником. Ее зовут Аполлинария. Она любит капучино и носит атласные платья. Она страстная, романтичная натура. Я могу представить ее себе как букет цветов в стиле импрессионизм. Чтобы она жила и развивалась, мне нужно окончить художественную школу, сходить на несколько выставок, написать свою первую картину и попросить знакомого художника дать мне советы. Возьмите краски и нарисуйте свои мечты в виде людей и ассоциаций. Сделайте коллаж из своих рисунков. Думайте о том, что мечты все равно, что ваши дети. Вы отвечаете за них и не должны давать их в обиду. Теперь не так-то просто забыть о них или пренебрежительно отбросить. Правда? Придумайте прекрасную сказку «Я через 10 лет». Где вы мечтаете жить? Кем окружить себя? Чем заниматься? Куда путешествовать? Напишите письмо себе. Одобряйте, хвалите, озвучите все, чего хотите достичь. Включите фантазию и гоните прочь скромность. Благодаря этим упражнениям вы избавитесь от кандалов рационализма, запасетесь уверенностью и сделаете весь мир доступным для себя. Инсайт второй. Не бойтесь думать и делать наоборот. Вы думаете, что психически здоровых людей не преследуют голоса в голове? Вспомните установки, в которых вас воспитывали. Что-то вроде «Творческая работа тебя не прокормит». «Посмотри на Васю, он отличник и маме помогает, а ты балбес». И всегда таким будешь. Если не научился чему-то в детстве, в 30 лет уже поздно. Может быть, именно эти шаблоны мешают вам сейчас написать книгу, открыть свой бизнес или овладеть боевыми искусствами. Когда вы мысленно повторяете эти фразы, чьим голосом они озвучены? Мамы? Первоучительницы? Если приятели зануды, отключите чужие голоса в своей голове. Пусть там властвует ваш собственный голос. Есть ловкий способ отказаться от навязанных извнеустановок. Перепишите их, наделив противоположным смыслом. Бабушка часто говорила вам, «Не жили хорошо и не стоит начинать». Скажите себе, не жили хорошо – самое время начать. Друг уверяет вас, что танцы – занятие не для мужчин. Возразите мысленно или запишите на бумаге, что мужчины могут заниматься танцами так же, как и женщины. Живите, как вам нравится. Полезная тренировка гибкости мышлений. Иногда проживать день наоборот. Распишите его сценарий и наслаждайтесь. Наденьте то, что не решались носить в обычные дни. Пойдите в непривычное место, купите бесполезную вещь, о которой мечтаете с детства. Не живите по шаблонам, не заражайте ими других. Шаблоны порождают боязнь действия. Вдруг не получится, вдруг окажется никому не нужным, вдруг засмеют. Изгнав мешающие установки из головы, вы становитесь смелее и воплощаете свои мечты активнее. А значит, растет и ваша удовлетворенность жизнью. Не будьте удобными, будьте счастливыми. Ева Кац Инсайт третий. Превратите свою жизнь в праздник. Если вы позволяете себе отдых только после того, как заболели от усталости, если считаете, что сперва нужно пострадать и потрудиться, и только потом можно радоваться, вероятно, у вас синдром Нового Года. Сначала весь день не шалело бегаем по магазинам, занимаемся уборкой и режем салаты, а после полуночи позволяем себе обжираться вкуснятины под названием «Не трогай это на праздник». Жизнь коротка, и потому ждать особого повода для праздника – непозволительная роскошь. Радуйте себя чаще и не обязательно в качестве награды за тяжкий труд. Отдыхайте перед важными делами до того, как сильно устанете. Если вам предстоит что-то неприятное, например, встреча с трудным клиентом, заранее запланируйте что-то радостное сразу после этого. Прогулку по парку или сеанс массажа. Пусть мысль о приятном горит душу. Сделайте несколько лотерейных билетов с разными выигрышами для себя. Например, вечер в кинотеатре с друзьями, вкусный торт, новое платье, поездка на море. Выполнив какую-то задачу, допустим, окончив генеральную уборку, вытяните лотерейный билет и наградите себя. Разыграйте один прямо сейчас. Отпразднуйте свое решение стать настоящим мечтателем. Итог. Основная идея книги. Если вы наклеите над столом картинку с домом у моря и будете каждый день ленивы грезить о нем, не обязательно у вас появится такой дом. Но если вы приучите себя к мысли, что воплощение ваших мечтаний у вас в руках, многие из них скоро станут реальностью. Слушайте свой внутренний голос, живите по собственным правилам и радуйте себя ежедневно.